МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Всем миром жители Старых Айбейс готовятся ко Дню Республики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экзаменационная пара. Первый ЕГЭ 11-классники сдают 24 мая. Волшебный луч. Спасибо тебе. В Чебоксарах вновь проходит кинофестиваль. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Чуваши Михаил Игнатьев принял участие в селекторном совещании по реализации национальных проектов в регионах России. Его провел первый заместитель председателя правительства страны министр финансов России Антон Силуанов. Первый вице-премьер правительства страны Антон Силуанов отметил, что регионы, которые успешно выполняют параметры, установленные федеральным центром, будут дополнительно стимулировать. Особое внимание участники совещания обратили на необходимость ускорения заключения контрактов, соглашений, повышения эффективности взаимодействия региональной власти с муниципальными образованиями. Вопрос не менее важный, это мониторинг реализации региональных поэтов, направленных на достижение цели федеральных поэтов. Поскольку мы в региональном уровне сейчас активно работаем над реализацией национальных поэтов, то, безусловно, хоть эффект от наших действий по многому будет определяться решениями, которые принимаются в сумме Российской Федерации. Как идет работа по заключению контрактов, соглашений, как идет работа с муниципальными образованиями по заключению также соглашений по тем полномочиям, которые относятся к их компетенции. Чувашия принимает участие в реализации 11 национальных проектов. На их реализацию в 2019-2024 годах будет привлечено более 77 миллиардов рублей за счет всех источников финансирования. 24 мая стартует итоговая аттестация школьников. В республике основной государственный экзамен будут сдавать более 12 тысяч человек. ЕГЭ свыше 6 тысяч школьников. Первый ЕГЭ по географии и литературе назначен на 27 мая. Для аттестации школьников в регионе откроют 33 специальных пункта. Утечка экзаменационных материалов исключена полностью. При проведении ЕГЭ будет продолжена использована технология печать полного индивидуального комплекта, бланки, кимы в аудиториях и сканирование материалов пунктов проведения экзамена. Это позволяет исключить риски несанкционированного доступа к экзаменационным материалам ЕГЭ при их передаче и транспортировке, а также сократить сроки их обработки. Экзамены будут проходить под онлайн видеонаблюдение в 11 классах, под оффлайн видеонаблюдение 9 класс. Охрану общественного порядка и безопасность на прилегающих пункту проведения экзамена территории будет осуществляться сотрудниками МВД. За ходом проведения экзамена будут следить общественные наблюдатели из числа студентов в ВУЗах, это ЧГПУ и ЧГУ. Новые правила с этого года установили для тех, кто будет сдавать ЕГЭ по математике. Теперь выпускники смогут выбрать только один из уровней – базовый или профильный, расширенный перечень предметов. В выпускнике получили возможность наряду с английским, немецким, французским, испанским языками сдавать еще и китайский язык. При спорке на этот предмет зарегистрировался один выпускник. В ряде предметов уточнены критерии оценивания, выполнения отдельных заданий и формулировки самих заданий. Это по русскому, иностранному, литературе и другим предметам. Самое главное – постоянное здоровье, чтобы были все готовы к экзаменам. Если переволнуется, соответственно, это же ошибки, или мозг не так будет работать. Поэтому здесь учителя, преподаватели, которые могут настроить детей. Тысячи людей по всей стране, в том числе и жители Чувашии, стали жертвами мошенников, которые организовали сеть платных клиник. Аферисты заработали больше миллиарда, ставя пенсионерам ложные диагнозы. Такая псевдомедицинская клиника работала и в Чебоксарах. На кадрах оперативной съемки, момент задержания преступной группы. В полиции установили все детали криминальной схемы. В российских городах была создана целая сеть медицинских клиник. Сюда приводили доверчивых граждан и ставили пугающие диагнозы. Лечение обходилось дорого. Чтобы оплатить услуги, принуждали оформлять кредиты. Нашим коллегам с пресс-службой МВД удалось пообщаться с пострадавшими. Многие не показывают лица. Мне позвонили несколько раз. Звонят, да звонят. Я вас не знаю, говорю. Подойдите, подойдите. Ну, как подойти, отказаться. Проверяется надо. Ваши болезни изучать. Организм ваш будем изучать, говорят. И вы к ним пришли? Ну, я сразу не пошла. Через недельку, что ли, пошла. Ну, пошла. Они мне анализ. Кровь брали с пальчика. Сразу. Ага. Ну, брали. Потом, говорят, массаж будем делать. Ни с того, ни с сего массаж. И за такой массаж, говорит пенсионерка, пришлось заплатить 75 тысяч рублей. Правда, пользы для здоровья от такого лечения не было никакой. По предварительной информации МВД, жертвами мошенников по всей стране стали 11 тысяч человек. Причем некоторые оформляли кредитные договоры на сумму в 500 тысяч рублей. В следственные органы было доставлено 25 человек, включая предполагаемого организатора. Мероприятия по установлению всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, продолжаются. Уголовное дело расследуют сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия МВД совместно со своими коллегами из семи регионов. Проводятся обыски, изъяты компьютеры, мобильные телефоны и бухгалтерская документация. Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы. Члены преступной группы доставлены в СИЗО. Ирина Волкова, Дмитрий Ковалев, Республика. Уже несколько волн лжеминирований прокатились по стороне. Массовые эвакуации задели и Чебоксары. Тем, кто дезинформирует правоохранителей, грозит уголовный срок. Еще более жесткое наказание предусмотрено за терроризм и экстремизм. Как противостоять угрозе, эту тему сегодня обсуждали на межрегиональном семинаре в Козловском районе. Его организовали на трех площадках. Юридическую ответственность за экстремистские и террористические деяния разбирали в районном Доме культуры. В залах школы номер два развернулись дискуссии по поводу роли администрации сельских поселений в профилактике агрессивных проявлений среди молодежи. Спикерами стали представители аппарата антитеррористической комиссии в Чувашской республике, работники органов власти и правопорядка, а также священнослужители. Все участники семинара солидарны во мнении. Активная профилактическая работа с молодежью, пресечение малейших попыток разжигания межнациональной и межконфессиональной розни – самые эффективные способы сохранить стабильность в обществе. Церемония открытия пошла не по сценарию из-за экспромта гостей, но зрители остались довольны. Многим горожанам удалось получить автографы своих кумиров и увидеть конкурсную картину на большом экране. Так в Чебоксарах дали старт международному кинофестивалю. Мой коллега Дмитрий Ковалев пообщался с участниками, членами жюри и известными актерами. Интерес к Чебоксарскому кинофоруму растет. Именно поэтому церемонию открытия перенесли в просторный зал театра оперы и балета. С каждым годом фестиваль становится все более насыщенным и авторитетным, отметил глава региона. Живое кино надо посмотреть, а то на экранах мы это не увидим, в сетях тем более не увидим. Хорошего настроения, светлые и добрые лица. Доброе утро. Спасибо. И смотря на прохладную погоду. Хорошо, спасибо. Отсюда. Ваши речи, мы доры. Круто. Кем будете? Актером? Преподаватель. Продюсером? Режиссером? Да. Кем хотите? Тут же великие люди приехали. Конечно. Еще советского периода. Для гостей фестиваля теплый прием. Красная дорожка и буря оваций от поклонников. Мы приветствуем вас на чувашней зере. Здравствуйте. География фестиваля становится все шире. В этом году на большом экране покажут и австралийские картины. Такое кино даже в интернете не увидишь. Это фильмы, которые разных жанров показывают, ну, всякие элементы и всякую тематику Австралии. Мы будем рады обсудить Австралию, австралийскую тематику. Оценивать фильмы, снятые в регионах, в этом году будет и корейский киновед. Хонг Санг Ву русскую культуру изучает давно. В конце 80-х он выступал переводчиком Читы Горбачевых во время их официального визита в Сеул. Потому что тогда в Корее очень мало людей было, которые говорили по-русски. Потом я влюблен, например, в русской классической литературе. И я сам, например, щупчинист в Южной Корее, почти единственный. И вообще в Корее очень любят русскую классическую литературу. В Чебоксары приехал и известный актер из Парижа Бибина Сыри. Говорит, что его давно привлекает русское кино. В ближайшие годы он намерен вернуться в республику снова для работы над новой картиной. Я не вижу большого отличия русских картин от французских. Правда, мы снимаем больше комедий, а вы придерживаетесь жанра драмы. Наша общая душа. Если бы операторы и по сей день работали с такими камерами, то участниками Чебоксарского фестиваля было бы отснято сотни метров ленты. Сейчас это терабайты видеоматериала. В этом году на суд жюри представили 28 картин. Большинство в конкурсе регионального кино. У регионального кино и его создателей открываются большие перспективы, отметил глава республики. В этом году в конкурсе заявлено сразу пять картин, снятых в Чувашии. В Адуже 19 раз мы встречаемся с вами, обсуждаем разные мероприятия. Картины, работы востребованы нашими зрителями. Международный кинофестиваль стал неотъемлемой частью культуры российского многонационального народа и культуры народа Чувашской республики. В программе специальные показы. Одну из картин представит режиссер Борис Грачевский. На открытии фестиваля известный киноюморист отошел от своего амплуа и исполнил пронзительную песню о маме. В самый крупный час у меня есть мама И она глядит с любовью на меня с небес Свои вокальные таланты зрителям показал и известный актер Александр Пашутин. Поезда громыхают на стыках Я спешу, извините меня Фильм открытия фестиваля, конкурсная работа Лили О взаимоотношениях актрисы, цирка, шапито, лилипутов и сельского механизатора Выбирать лучших предстоит из 28 фильмов Многие картины на большом экране будут показаны впервые Старт кинофоруму дан 12-й Чебоксарский международный кинофестиваль Посвященный кинематографу малых народов, как говорилось раньше А нынче, техническому и региональному кино Открыт! Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев Республика Второй день участников и почетных гостей Чебоксарского международного кинофестиваля Начался со спорта В компании главы региона и министра культуры Они прокатились на велосипедах по Московской набережной В программе сегодняшнего дня Демонстрация конкурсных фильмов Специальный показ участием кинорежиссера Бориса Грачевского Творческая встреча с актером театра и кино Александром Пашутиным За призы кинофестиваля борются 28 картин Имена победителей станут известны в эту пятницу В большой семье не соскучишься Этой совместной прогулки и выступления на сцене Супруги Яблокова воспитывают пятерых детей Четырех сыночков и умницу дочку Всего их семеро, то есть настоящая семья Не укусит, он любит просто Вы резкие движения не делаете Когда вы резко делаете, они тоже боятся Собраться так всей семьей на прогулку У Яблоковых получается только по выходным В будни папа Сергей на дежурстве в МЧС Мама Надежды занимается любимым делом Дизайном валенок Двое младших, Алексей и Илья, в садике Старшие, Павел, Дмитрий и Злата После уроков занимаются спортом Держи, 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 держи Еще чуть-чуть осталось Еще три секунды Они у нас спортсмены И с шести начинается до семи третий, до восьми И буквально в девять они домой возвращаются Также и дочь после уроков Сразу же на спортивную гимнастику идет На МЧС-10 Сегодня пропустила Попросили, разрешили Здесь, в зооуголке, Паша и Дима уже были Животные никого не оставляют равнодушными К ним в семье относятся с уважением и заботой Ведь дома у Яблоковых свой мини-зооуголок У нас дома есть черепашка Ее зовут Машка Во дворе у нас курица и утки Ей собака есть, кошка Его зовут собака Две кошки Один парсик, другой персик Этой осенью семья Яблоковых будет отмечать оловянную свадьбу Надежда и Сергей вместе уже 17 лет Вспоминают, познакомились в день, который по преданиям ничего хорошего не сулит Когда мы познакомились 13-го в пятницу Так он мне в тот же день сказал Женимся осенью и будет пятеро Вот и вот пять Я посмотрел Такие голубенькие глаза Вот с первого взгляда Прямо с первого взгляда Все это решил тогда же, что это мое И вот не упустил свой шанс Он из большой, это я боюсь Кушелге оказалось Между нами буквально 4-5 километров А познакомились с Шипоксаром? Суждено В большой семье принято заботиться друг о друге Когда отец семейства на дежурстве Справляться с младшими Надежде помогают взрослые сыновья Вот и ответить на вопрос, как сохранить в семье мир и дружбу Маме помогает Павел Говорит, главное понимать друг друга Мам знает, чего я хочу в спорте добиться Или в школе добиться Она старается это развить Или папа Таким мы мелких пытаемся в чем-то разбить С помощью телевизора спрашиваем Какие вещи, где находятся Это развивает их Память хорошо С помощью физических игр Это прятки, догонялки Или собаку гуляем Трудолюбие, умение сопереживать близким Взаимопомощь и поддержка родных Многодетная семья этому и учит Уверены Яблоковы У Алексея китайский домик, у Ильи гараж Молодцы А еще они все делают сообща Выступают на сцене Участвуют в конкурсах Что еще больше сплачивает семью В которой действительно Семь я Алатарский район стал победителем Конкурса муниципальных районов и городских округов На право проведения Дня Республики Уже с сентября прошлого года В селе Старая Айбеси кипит работа К празднику село преобразится Сейчас жители своими силами Возводят этнокомплекс под открытым небом О том, какие сюрпризы еще готовят Айбесенцы в нашем сюжете Вот эта территория В пять гектаров еще совсем недавно Была заброшенной Здесь спаслись коровы Рядом же горы мусора Чтобы облагородить лесопосадки Жителям пришлось провести не один субботник Решение обустроить на этом месте Этнографический парк принимали вместе Так как у нас район разнообразный Особенно по национальности Это у нас в районе где-то 62% русские 24% чуваши проживают И где-то около 15% мордва проживают И мы как бы живем дружно В протяжении многих лет Когда ничего не делим Живем одной огромной семьей Мы стали уже строить деревню Это 16 сейчас в этих двориках Которые вы видите Это как бы будет Каждое сельское поселение Представлять самобытное свое Кто-то будет плести лапти Кто-то будет вышивать Кто-то все в деревянном стиле Так как мы у нас Где-то 67% лесного фонда Алатарского района Жители трудятся почти без выходных Кто-то укладывает крышу Кто-то обустраивает фонтан Кто-то готовит площадку под пруд Кстати, по форме водоем Будет напоминать очертания села на карте К празднику обезьян Обустроит даже этот овраг Вот здесь на склонах Установят лавочки В видеамфитеатра А внизу, где сейчас Деревянные столбики Будет обустроена сцена Где будет потом выступать Народный театр Мы надеемся, что это будет Сказочно красиво Потому что тут у нас природа Видите, как красиво все Зелень вокруг Как говорят Не хуже Парижа и Лондона Но хочется хотя бы Здесь был такой центр культурный Чтобы молодежь пришел Собирался, посидел Планы строил Влюблялись хотя бы Седание назначили Подумали и о детях Специально к празднику в селе Решили открыть большой парк Сейчас там готовятся Устанавливать деревянные фигуры Сказочных персонажей Мастер по дереву Константин Смирнов Вырезал их из Тополя На работу ушло Меньше полугода Помимо сказочных скульптур Здесь вот стоит Скульптура Как бы чувашского идола Сыхча Который мы установим На въезде в село Со стороны Баттерского района Как бы он Двуликий С одной стороны Погатырь Паттер С другой стороны Сыхча По мнению вот этого специалиста Смирнова Константина Он сказал Что в республике Таких фигур нет Он давно уже этим занимается Несколько лет Вся эта красота Делается ведь Не для одного человека А для всех Жителей села Чтобы люди Жители нашего села Как бы Оставаясь Жить в деревне Видели эту всю красоту И наслаждались И гордились Естественно Нашим телом Муниципалитету На подготовку к празднику Выделили 10 миллионов рублей Из республиканского бюджета Часть средств Будет направлена И на ремонт дорог Ведь даже судя по этим кадрам Которые мы сняли На мобильный телефон Когда ехали на съемку Добираться до села Старое Айбейсе На легковом автомобиле Ой как непросто В Талатовском районе У нас 127 километров Республиканских дорог Вот 10 километров Которых мы представляли Правительство Что у нас находится В не очень Неудовлетворном состоянии На сегодняшний день Дортех выиграли Эти 10 километров На 112 миллионов рублей Но они правда На два года Но подрядчик Скал, что в этом году До праздника Успеет завершить Капитальный ремонт До праздника Ровно месяц Айбесницы уверены Что проведут его На должном уровне И их этнокомплекс Понравится всем гостям И станет еще одной Привлекательной точкой На туристической карте Чувашия Галина Титарчук Андрей Спиридонов Республика Ближе, чем просто Соседи Речь о Чувашах И марийцах Ученые-этнографы Впервые провели Совместную научную конференцию Где представили Свои исследования Об общности Наших народов В России Живут более 190 народов Обычаи и традиции У них разные Впрочем, общих больше К примеру, встречают С гостей хлебом и солью Конференцию на тему Общности Чуваши и марийцев Решили провести В селе Большой Сундырь Маргаушского района Не случайно До ближайшего Марийского села Отсюда всего полтора километра И эти условные границы Называют контактной зоной Так что провести разделение Между республиками Можно А вот между национальностями Практически нельзя Сейчас вот мы на земле Маргаушской Знаем, что здесь Много ассимилированных Чувашами Марийцев То есть по крови Многие они марийцы А по языку По культуре По менталитету Уже Чуваши В орнаменте Обратите внимание Очень такая мелкая техника Детальная Мельчайшая Это просто как под микроскопом Можно стежки рассматривать И очень тонко разработанные Рисунки У Чувашей, скажем, других регионов Вышивка крупная Так это значит Иногда монохромная Как говорят там Красный, черный, белый цвет А здесь очень мелко Детально И очень похоже на марийское Схожие черты Вышивки В музыке Даже язык В пограничной Смриэл территории Отличается от остальной части Республики Ученые посчитали Чуваши заимствовали У марийцев Более 1300 слов Марийцы у Чуваши Около 250 На протяжении многих веков Мы с вами рядом живем Тема давным-давно Изучается Но именно такой Специализированной конференции Честно говоря Не было Любой народ Любой этнос Любая народность Она и в языке И в культуре И в традициях У другого народа Соседнего народа И исследуя Наши взаимосвязи Взаимопараллели Взаимопоникновение Мы еще ближе Будем подходить К изучению К истории Чувашского народа Чувашского этноса Сейчас в Маргаушском районе Стоит памятник крестьянам Которые погибли Во время Акрамовского восстания Тогда чувашские Марийские и татарские крестьяне Сопротивлялись Введению новой тяжелой повинности Крестьянских запашек Урожай с лучших крестьянских земель Приказывалось отправлять На пропитание царского двора Мы в прошлом году Совместно с Марийцами Также Установили памятник Уже на том месте Где происходили Это события Около реки Маргаушка И каждый год Мы встречаемся Встречаемся Вспоминаем Наших предков Конференция прошла Сразу на нескольких площадках В Большом Сундере И в Марийском селе Виловатого В таком формате Ученые решили Встречаться теперь регулярно Ольга Пырочкина Алина Сусметова Валерий Резюков Республика Чувашия переняла эстафету Всероссийского театрального марафона Республики Мордовия Трагикомедия Русского драматического театра Мордовия Поминальная молитва По пьесе Григория Горина Которая открыла Театральный марафон В Чебоксарах Посмотрела моя коллега Татьяна Раевская Театральный марафон Крупнейшие события Года театра В котором участвует 85 регионов России Он стартовал в январе Во Владивостоке А завершится В конце года В Калининграде Марафон проходит В виде театральной эстафеты Региональные театры Отправляются с гастролями И передают Специальный символ Года театра Следующему театру Участнику Театр был Есть Будет Он всегда нес То что вызывается Воспитание Культура И что всегда Остается незыблемым В нашей жизни Позвольте мне сегодня От главы нашей республики Владимира Чебокова Выразить вам слова Признательность Уважение И благодарность Что мы Два народа Которые сегодня Один другому Передают символ Всегда в мире Соседстве пребываем И всегда рады Быть с друзьями И соседями Низкий вам поклон Это очень для нас Для всего народа России Значимо И конечно Хотелось бы Выразить огромное спасибо Всем работникам театров Республики Мордовия И три дня Нам всего Сегодняшних дня Три дня Мы будем Увидим Новые постановки Артисты из Мордовии Привезли к нам Три спектакля Поминальная молитва Дальше тишина И горе от ума Первый из них О вере Милосердии Сострадании Гуманизме Героям приходится Переживать разные Жизненные ситуации Которые становятся Своеобразной проверкой Для каждого из них Спектакль очень замечательный Он Там можно и посмеяться И поплакать Я играю Самую младшую дочку В еврейской семье Побывал мне кажется Уже везде Потому что уже 5 лет Спектаклю И спектакль очень хороший Так все говорят И на фестивалях Тоже и критики Все говорили о нем Следующим пунктом Марафона Станет Пенза Чувашский государственный Театр оперы и балета Отправится в этот город На гастроли Чтобы представить Зрителям Свои лучшие балеты Сарпиге Золушка И спящая красавица Каждый из этих театров Везут свои лучшие работы Везут лицо театра И в связи с этим Идет пропаганда Театрального искусства В целом Я уже 22 года Работаю в Мордовии Был главным режиссером И у нас не случалось Обмена До этого Наверное было Я удивляюсь А почему мы не Обмениваемся Гастролями Галина Титарчук Татьяна Раевская Валерий Резюков Республика Это все Что мы успели рассказать Вам сегодня Я с вами прощаюсь До завтра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин